Треугольник Артона. Скорее всего, вы слышали об этом и даже, возможно, находили себя в этой роли. Давайте сегодня разберем чуть подробнее, что же это такое. Я Надежда Медведева, коуч, которая провела более двух с половиной тысяч сессий. В прошлом я финансовый директор и преподаватель Академии Коучинга. Поэтому ко мне очень часто на консультации приходят по финансовым запросам и особенно часто приходят на консультацию молодые специалисты-коучи, которые хотят создавать деньги на консультацию, но пока не могут привлечь к себе клиентов. Так вот, очень часто новички-коучи попадают в треугольник Карпмана со своими клиентами. И очень часто именно эта проблема – отсутствие клиентов. Как же может помогающий практик попасть в треугольник Карпмана? Как вы знаете, треугольник Карпмана – это три вида взаимодействия. Спасатель, жертва, агрессор. Как это бывает у помогающих практиков? Большинство людей, которые приходят в помогающие профессии, говорят, «Я хочу помогать людям, я хочу делать этот мир лучше, я хочу спасать». О, да ты уже спасаешь. Отлично. Ты уже попал в треугольник Карпмана. Жди продолжения. Ты становишься агрессором. Блин, они нихрена не хотят делать. Они не выполняют домашку. Как они достигнут результата? Да они вообще люди дети. Да как они вообще могут жить такую жизнь? Они что, заплатили деньги и хотят, чтобы я сама все за них делала? Ты уже и агрессор? Поздравляю. Осталась роль в жертве. Я не понимаю, я столько времени отдаю этим клиентам. Я сессию могу вести продолжительностью два часа. А они говорят, что нет результата. Они обесценивают все, что я делаю. А еще лучше, когда вы говорите, например. Ну как так? Я даю так много пользы в блоге, а они ничего не покупают. Они хотят продолжать принимать эту пользу. Они просят еще больше пользы. А когда я говорю, что дальше платно, они отказываются и уходят к моим коллегам. Почему такая несправедливость? Ну вот вы и жертва. Для того, чтобы выйти из треугольника Карпмана и начать сотрудничать со своими клиентами, быть на равных, важно выйти из всех ролей. Важно понять, что ваши клиенты – это не инвалиды. Не надо инвалидизировать людей. Все люди взрослые. И если они решили, что им что-то нужно, например, помощь, какая-то услуга ваша по консультированию, значит, они уже умеют справляться со своей проблемой. Важно уважать их умение справляться со своими задачами. И тогда вы увидите, что они сильные личности, что они вообще-то способны были заработать деньги для того, чтобы принести их вам на консультацию. И это уже классно. И тогда из помогающего практика, который спасает весь мир, вы становитесь просто специалистом, коучем, психологом, тета-практиком, тарологом, да кем угодно, у которого есть знания, техники, навыки, опыт и желание этими техниками и знаниями воспользоваться. Тогда вы становитесь на одной линии с клиентом. Я окей, и ты окей. Я уважаю тебя, и ты уважаешь меня. Вот тогда клиенты с удовольствием платят ваши консультации, придут к вам еще раз и еще раз, потому что рядом с вами они не чувствуют себя ущербным. Вы бы хотели чувствовать себя ущербной, какой-то не такой слабой, беспомощной, нуждающейся всегда в помощи? Я думаю, что нет. Вот они не хотят. К тому же вы тоже всегда практически являетесь клиентами. Вы ходите к другим своим клиентам на консультации, вы покупаете обучение. Вы правда это делаете, потому что вы беспомощная, маленькая или инвалид? Я думаю, что нет. Вы как раз-таки это делаете, потому что вы сильная. Тогда почему о своих клиентах вы думаете иначе? Переходя на равные отношения со своими клиентами, вы получите невероятный кайф от работы. Вам уже не придется тащить на себе свою и его ответственность за его изменения. Вы сможете получать кайф от работы. Вы просто не представляете, какой это кайф. Просто исследовать. Исследовать запрос клиента. Помогать ему находить выходы. Самому находить выходы. Быть сопричастной к этому. И после того, как закончится сессия, освобождаться от груза ответственности. А что у него дальше там? А как вот он? А почему он меня не отблагодарил? Вы просто идете и продолжаете жить свою другую жизнь. Вы встречаетесь с друзьями, общаетесь с родственниками, вещаете дальше в своем блоге, и к вам приходят новые клиенты. И старые клиенты тогда, скорее всего, поблагодарят вас дополнительно. Как понять, что вы вышли из треугольника картона и стали на равных? Очень часто клиенты начинают вам сами писать отзывы, сами отмечать вас в сторис. Очень часто они платят выше прайса. И это говорит о том, что они благодарны по-настоящему, искренне. Не просите у них отзывы намеренно, типа «я это использую дальше для привлечения своих клиентов». Херня полная, потому что клиент уже оплатил вам за свою услугу. Он вам больше ничего не должен. Захочет – сам дас. И тогда клиент захочет дать. Ну что ж, сегодня мы немножко поговорили о треугольнике картона в помогающих профессиях. В моих других видео вы найдете информацию о треугольнике картона в бытовых ситуациях. Подписывайтесь на мой блог.